Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, у меня в это лето был очень частый вопрос, как правильно посадить листики. Эти вопросы задавали покупатели, которые только-только начинают заниматься фиалочками. И я каждому писала, что сажайте листики так, как вы привыкли. Потому что если вы посадите не так, как вы привыкли, и листик погибнет, конечно, будет очень жалко. Экспериментировать, сажать так, как вы ни разу не делали, лучше с теми листиками, которые вы не боитесь потерять. А с новинками, которые вам дороги, лучше так не делать. Сегодня я проверяю свои новинки. Вот эти листики из этого контейнера я получила 27 августа. И вот уже сегодня 18 сентября. Они уже должны дать корешочки. И сегодня я их проверяю. И вот открыла контейнер. Но я вам не показала, а надо было показать. У меня подгнили два сорта. Вот этот листик, вот видите, срез. Я срезала все гнилое. И вот этот листик. Тоже самое срезан, потому что была гниль. Вот. Я укореняю каждый раз по-разному. В моих старых видео вы могли видеть, что я укореняла их на фитильном поливе. Это тоже удобно. Но тогда был другой торф. Был классман. А сейчас я пользуюсь профи-микс с пенопластовыми шариками. Шариков я добавляю много. И уже сажаю вот в такие большие стаканчики. Стаканчики я вам покажу. И фитиль я продеваю. Я это делаю для того, чтобы, когда листики укоренятся, я их поставлю на капиллярные маты, чтобы был грунт всегда влажный и чтобы малыши росли равномерно. Я пользуюсь тепличками. Пользуюсь для того, что это облегчает уход. Вот я их посадила, и я их месяц не буду трогать. Вот сколько дней прошло. Вот я первый раз сегодня только открыла. То есть это удобно. Очень удобно, когда очень мало ухода. Сажаю я вот в такие стаканчики. Вот смотрите, они невысокие, но они широкие. Вот такие стаканчики я использую и для стандартов, для мини, для полумини. Некоторые говорят, вот в ведра сажать нельзя, потому что детки долго не появятся. Ничего подобного, все появляется, все растет. В такой стаканчик, если, например, маленький сорт, менюшка или полуменюшка, можно и 2, и 3 листа посадить. Я даже в них стандарты сажаю, тоже по 3 листа. Вот такой же стаканчик. Здесь 3 листа, но это стандарт. Детки, конечно, лопушки выросли. Вот это материнский лист. Вот это вот детки. Корневая хорошая. В принципе, уже можно пересаживать. Я думала, что потеряю сорт, и поэтому посадила 3 листа. Посадила 5-го, 0-7-го, то есть это июль, август и вот сентябрь, уже 18-е число. Детки, конечно, большие, уже можно было и раньше пересаживать. Ну, в общем-то, как всегда, нехватка времени. Так что вот в таких стаканчиках очень все хорошо растет. Найти их можно в интернете по поиску. Если кому нужны, я напишу, как они называются, и тогда вы можете тоже в поиск забить. Они PET-стаканы, 120 мл. Следующий контейнер. Здесь тоже листики. Я в этот год заказывала практически одни листики, потому что все-таки хотела, чтобы были сорта, потому что детки часто спортят, и, в общем-то, взгрустнулась мне в этот год листики. Вот, это другой заказ, вот такой вот маленький. Я в этот год делала несколько заказов. Эндестри Коски, красивенный сорт с геолиствой. Я в этот год даже ни одну распаковочку вам не показала, но когда буду показывать, как растут детки, и, как я их отсаживаю от листа, я буду ставить фотографии моих новинок и буду говорить, что я купила. Также на следующий год будет сорт ЕК Веселая клумба. В этот год спрашивали листик ровный у этого сорта, а если листик волнистый, то это Веселая клумба люкс. Он у меня был зеленый, но почему-то вот сейчас зарумянился. Не знаю, какие будут цветочки, но прислали мне зеленый-презеленый лист. Вот пока он укоренялся, он почему-то стал таким. Ну, посмотрим, какие будут деточки. То есть в этом контейнере все в порядке. И грунт. Вот смотрите, он уже стоит сколько времени? Уже больше 20 дней. Он без плесени, без мха. То есть здесь грунт такой, который я вам предлагаю у меня купить. Он проверенный. Ни подур, ни мошек нет, ни плесени. Вообще кипа суперская попалась. Если кому тоже нужен такой грунт, то пишите. Проверяю следующий контейнер. С листами все в порядке, нигде гнили нет. У меня в каждом контейнере разные заказы. Получаю заказ и ставлю в отдельный контейнер. Смотрите, какие огромные листья. Практически лопушки. Вот этот листик, он сразу был со сломом. Возможно, в посылке поломался, я уже не помню. И вот поэтому он такой. Он не был гнилой. А вот этот листик, вот здесь вот, я сама вырезала. Потому что были такие рюши, что невозможно было посадить. Лопушки, конечно, большие. Некоторые с мою ладошку. В этот год я переращиваю сорт. Вот этот, Л.Е. Седой граф. Нашла у коллекционера немножко другую линию. Смотрите, какие рюши. Суперские. У меня был сорт, но вот таких вот рюш у меня не было. И мне захотелось листья именно вот с такими рюшами. Поэтому я заказала лист. Коллекционер мне прислала два листа таких. Вот этот с рюшами и вот этот. Два листа. Посмотрим, что вырастет из этих рюшек. Ну, должна быть красота. Заодно хочу проверить новинки, которые я получила 10 сентября. Прошла только неделька. Но все равно листики вот так хорошо стоят. Они не завяли. Я их доставать не буду. Я просто поверну, покажу вам, какие лопушки. Вот смотрите, вот этот особенно. С мою ладошку. Вот такие вот сочные, красивые листья. И вот сорт полумини. Вот смотрите, в такой же стаканчик посадила. Сорт пестролистный. И здесь очень много места для деток. Так что вот в такие горшочки, стаканчики, я сажаю абсолютно все. Еще один контейнер с новинками. Это уже от другого коллекционера. Тут в основном химерки уже укоренились, наверное. Потому что вот капельки на листиках показывают, что они уже укоренились. И еще вот что я вам хотела показать. Так как идет перепад день-ночь, Иногда на листьях появляется мучнистая роса. Не знаю, вот видно здесь или нет. Вот такой вот белый ободок каемочка. Не особо видно, потому что лист бликует, светится. Когда вы такое видите, то нужно сбрызнуть препаратом топаз. Даже летом, получая листики, И то может проявиться вот эта мучнистая роса. Эту посылочку я тоже получила 10 сентября. То есть недельку назад. И, конечно, листики не укоренились. Но вот проверочка показывает, что нужно обработать. Нужно немножко сбрызнуть. Много обрабатывать не нужно, Потому что топаз, он системный препарат. Он проникает полностью во всю сосудистую систему растения, Листочка, пасынка. Вот поэтому, если есть на одном листике, То есть и на другом. Мучнистая роса летает в воздухе. И поэтому, когда фиалки после дороги ослабляются, Она может на них проявиться. И вот, смотрите, тоже. Три листика в таком же стаканчике. То есть вот очень удобный вариант. Еще у меня есть два маленьких контейнера, Потому что все у него уместилось в большие. И да, вот смотрите, здесь такая беда огорчения. Один листик сгнил. И сгнил посередине. От череночка его уже не спасти. Все, его надо убирать и надо выкидывать. Листики я выкинула. Очень жалко, потому что сорт мне понравился. Это сорт ЕК Березовый ситец. Очень хотела этот сорт. Фотография из интернета. Ну вот так. Почему-то так произошло. Трудно сказать почему. Но бывает всякое. Бывают листики гниют. Хорошо, что мне коллекционер прислала два листочка. Ну а в остальном вроде все в порядке. Такие хорошенькие остальные, зелененькие. Так что, если вы получаете листики, то проверяйте, в каком они состоянии. И последний контейнер. Здесь два сорта. Листик сорта ЕК Живая Радуга. Тоже цветение из интернета, потому что у меня еще не цветет. Лист волнистый, значит будет красивый, рюшастый цветок. Надеюсь, что так. И подарочный сорт. Это голова трейлера. Не знаю, как прочитать правильно. Если найду фото в интернете, то, конечно, я вам поставлю. По листикам это, наверное, стандартный трейлер. Еще хочу вам показать своего заморыша. Листик этот у меня здесь стоит в воде. Не знаю уже сколько времени. Уже вся вода позеленела. Корни зеленые. Он даже деток дал. Лист с механическим повреждением. С нижнего ряда фиалки. Я его хотела выкинуть, но так как мне показалось, что сорт уходит в спорт. Поэтому самый нижний листик я сняла и поставила в воду. И долго думала, нужен мне этот сорт, не нужен. Выкинуть, оставить. Ну, а сейчас появилось потомство. И как-то, в общем-то, жалко выкинуть его. Поэтому я хочу посадить. Дорогие друзья, те, кто начинает заниматься фиалочками. Если вам интересно, как сажать листик, который дал корни в воде и дал деток, то напишите. Я сделаю видео, покажу, как я сажаю. Ну вот, на сегодня все. Спасибо, что заходили ко мне на островок. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok